И мы видим, что стройки оживают, брошенных объектов все-таки становится меньше, стройки оживают. По жилищной программе по Харьковской области в этом году запланировано 290 тысяч квадратных метров, но, судя по всему, мы эту программу в этом году перевыполним. Это больше, чем в предыдущем году. На сегодняшний день порядка 127 тысяч уже у нас реализовано. И это где-то тоже больше, чем в том году, процентов 15-20. То есть у нас основные, мы работаем плотно с ассоциацией наших строителей. Вы знаете, объекты, это и Салковка, и Алексеевка, и центральная часть, и новые дома. То есть очень много объектов в разных районах города. Это многоквартирное жилье, жилье уже модифицированное под новые экономические условия. Строители очень оперативно отреагировали на изменения ситуации. Это уже оптимального размера квартиры, они и ценовую политику пытаются держать такую, чтобы все-таки инвесторы, граждане наших арьковчаней могли все-таки это жилье покупать. Программы, которые набирали у нас довольно серьезный, департамент курировал вместе с фондом молодежного жилищного строительства, мы совместно эти программы развивали. У департамента есть договор с Министерством регионального развития по работе всех наших программ. Это 30 на 70, это ипотечное кредитование, сельский дом и молодежное кредитование молодежного жилищного строительства для молодежи. То есть эти программы приостановлены на государственном уровне в этом году. Но, тем не менее, Харьков, один из лидеров в этом движении, выделено 5 миллионов по программе 30 на 70, 5 миллионов по молодежному жилищному строительству. И на сессии Ублсовета на последней было подтверждено выделение от 1,8 миллиона на погашение кредитов по молодежному жилищному строительству. Это возвратная сумма. То есть, несмотря на такие, довольно, жесткие условия, которые сегодня по программам нашим существуют, Харьков один из лидеров и вообще по вводу жилья в целом Харьковская область в тройке лидеров. И по городу мы фактически, если по области в целом мы на третьем месте, то по городу мы находимся на втором месте по Украине по итогам полугодия. То есть, жилищная программа, в общем-то, развивается. Сегодня вы знаете, я просто пунктирно назову несколько социально значимых объектов. Кабинетом министров сегодня рассматривается вопрос, фактически он на стадии завершения, о выделении из резервного фонда, из фонда регионального развития 65 миллионов на достройку и запуск в эксплуатацию первого пускового комплекса нашей областной филармонии. Это такой наш долгострой серьезный, но он даст возможность запустить органный зал, показанный хорчанам знаменитый инструмент, который уже несколько лет хранится, и немцы нам звонят и хотят его быстро смонтировать, чтобы все услышали. Это один из самых серьезных инструментов такого класса в странах СНГ. Но не только на Украине он один из серьезных. Поэтому в Киеве, в Минрегион Буде, я был когда на... И Сергей Мефодич курирует тоже эту тему, как заказчик этого процесса. Значит, по филармонии мы совместно пытаемся сегодня... Ну, все, что касается документа, оборота, чтобы полностью мы удовлетворили все наши министерства, экономики, финансов, Минрегион Будет и Кабмин, чтобы в ближайшее время эти деньги появились в Харькове. Ну, по метро вы тоже тему эту знаете, у всех есть желание. 80% готовности осталось совсем немножко, только подпитать финансово. По дорогам и по всему остальному, я думаю, Сергей Мефодич там расскажет эта тема его. И последнее, будут вопросы, я дополню, по памятнику охранной сфере. Эта тема тоже печальна. С одной стороны, мы эту тему понимаем, знаем, особенно архитекторы, очень болезненно относятся к тому, что происходит. Состояние экономики, состояние финансов напрямую связано с этим вопросом. В Харьковской области под 80 памятников архитектуры, из них 65 национального значения. Финансов у нас практически нет. Но что мы стараемся делать? В раках законодательства памятника охранного нельзя эксплуатировать здания памятники архитектуры без охранных договоров. Это законодательно прописано. Кроме документов о собственности, кроме договоров аренды, в обязательном порядке у собственников и арендаторов должны быть охранные договора. Вот при составлении этих договоров специалисты департамента регулярно отслеживают состояние памятников, пишутся соответствующие акты, и вот эти все мероприятия, они записываются в условия, они становятся условия выполнения охранных договоров. В зависимости от возможностей прописываются графики реализации этих программ. Есть средства частично в департаменте, но эти средства, они минимальны, они дают нам возможность. Сейчас, ну, недавно, если вы знаете, там на Рыморской, 24, там произошел аварийный обвал, там в районе здания Вира, и просто департамент вместе со строителями отреагировали, и мы оперативно за счет средств буквально наших, которых немножко, которые аккумулируются от аренды памятников, частично они в фонде, частично они в департаменте, были выполнены срочные антиаварийные работы, то есть, как бы, эта тема... Ну, и, опять же, все мы знаем те объекты, которые на слуху, которые мы видим, мы пытаемся совместно с ГАСКОМ, совместно с и городскими, и областными структурами реагировать на те проблемные вопросы, которые возникают при эксплуатации, при реализации максимально все возможности, которые дает законодательство, мы пытаемся их использовать, чтобы даже в этих, так скажем, не очень радостных экономических условиях, чтобы мы все-таки хотя бы сохранили то, что есть. Идут много программ, эта программа и по Шаровскому комплексу, тоже было несколько пресс-конференций, мы сейчас работаем с разными инвесторами, пытаемся найти инвестиционную программу, привлекательную для того, чтобы туда зашли инвесторы, и мы нашли деньги на спасение этого уникального объекта. Недавно, тоже в теме, вы знаете, что в Геевке тоже произошел пожар, и наши специалисты сейчас работают и пытаются найти алгоритмы и финансовые возможности для того, чтобы привести все в порядок и сохранить этот момент. Ну вот, вкратце все, если будут вопросы, я отвечу. Доброго дня всем. Согласно положения про департамент, наш департамент здійснює функции замовника при, скажем так, при будильничестве объектов житлово-комунального та социального призначення за рахунок коштів різних рівн, згідно програми социально-економічного розвитку Харківської області. На сьогоднішній день департамент, скажем так, здійснює функции из областного бюджета. Это у нас на сьогоднішній день выделено кошти, згідно с сессией, которые прошли до теперешнего часа, на 69,6 миллионов. Это объекты, которые относятся до освещенной сферы, культуры, до житлово-комунального господарства и охорони здоровья. Скажем так, объекты, которые мают сьогодні значение, так как социальные, я могу назвать Богодуховский полигон. Богодуховский полигон сьогодні из областного бюджета областного фонда охорони навколишнего средств выделено пока, что на Богодуховский полигон 10 миллионов гривен. И там застосована технология, которая даст практически безвидходное складывание побудовых отходов. То есть, завозячи туда, другими словами, смятя, будет залишок всего 10% от того количества, которое туда будет завезено. То есть, там будет применять, застосовывать бюреомедитация и польовое компостирование. То есть, там будет технологическая лінія, которая даст смогу, также, после того, как пройдет бюреомедитация, делать компост, и его так же потом застосовывать, то есть, повторно у виробництво и для, скажем так, каких-то других целей. Это объект, выделяется из Министерства экологии, которое даст смогу Малоданиловским очистным способом в этом году практически запустить эксплуатацию и сняти социальную напругу в данном регионе, а это Малоданиловская селищная рада, а также Диригачи. Дуже важливый сегодня, скажем так, напрямь, который выполняет департамент, это строительство оборонных споруд в Луганской области. То есть, на сегодняшний день департамент является распорядником коштей, а областная адміністрация замовником нижнего уровня по будильнисту 31 зводного опорного пункта. Нам областной адміністрацией спочатку было заключено договорів на 76,3 миллиона по варіанту проекта 0,2 так називаємому, а потім в связи с перерозподілом и додатковыми роботами было заключено еще додатковую угоду, которая в загальном будет 101 млрд. 21 водоопорный пункт. Еще 8 опорных пунктов будет сделано на протяжении следующего тижня и 2 водоопорных пункта будут по окремому графику в связи с тем, что там были переносы этих объектов. Вони набагато пізніше було розпочато, будівництво цих объектов, і вони йдуть окремим графиком, но все равно, скорее всего, что мы их побудуем до 1 вересня, я не вижу в цьому никаких проблем. Це та программа, яка, скажем так, сьогодні виконується Департаментом по оборонним коштам. Департамент капитального будівництва з разом з Департаментом економіки провели конкурс по фонду регіонального розвитку на 152 млн грн. На конкурс було подано біля 60 об'єктів, який конкурс пройшли 28 об'єктів. Михаил Самуилович вже називав один із них, це філармонія. Єдина ремарка, скажем так, із фонду регіонального, державного фонду, виділено 58 млн грн, а там є співфинансування із обласного бюджету. Обласний бюджет за чергові сесії було прийнято співфинансування 6,7 млн грн. По даному об'єкту, по філармонії. Ми, відверто кажучи, чекаємо цих коштів з інтерпінням на сьогодні, скажемо, конкурс проведений, все є, але коштів ми ще поки не одержали, співфинансування розуміємо. Вже готовимось по деяким об'єктам для проведення переговорних процедур, тобто тендерів, але кінцевого результату ми ще не маємо. Ну, надіємося, що ці кошти до нас поступлять і ми цю всю програму на 152 млн грн википнем. Також департамент виконує будівництво об'єктів різному, направлення на 12,7 млн грн за рахунок коштів «Укргазвидобування». Там також це об'єкти, які пов'язані і з соціальною сферою, і з житлово-комунальними напрямками, і з газовим постачанням об'єктів, з водопостачанням об'єктів. В принципі, я вам, в принципі, розказав всі напрямки, всі кошти, які виділені на сьогодні для будівництва в Харківській області на сьогоднішній день. Ну, про ці всі питання. Так, якщо є запитання, будь ласка, задавайте. Дякую за перегляд. Дякую за перегляд, я не успел сообщити. В первій части, по порядку, департамент совместно з Минобороною поручив, по порученню губернатора, курирующого нашого замістителя Евгения Деменовича Шахненко, по Миноборону, Харківська область должна предоставити порядка 100 квартир для Миноборони. На сьогоднішній день у нас заявлено 127 квартир. А 127 квартир, из них 100 квартир – це нашого основного Харківського застройщика, це Жилстрой-1. Якщо ви бачили передачу, яка була своїздом на місто, ми були на Салтовському шоссе, там строится квартал жилых домов. І в цьому кварталі теж планирується, причем степень готовності, практично в цьому місяці перві доми почнут здаватися. Дальше, з цих 100 квартир є вулиця Постішова і вулиця Ньютона. Це ті об'єкті, які будуть здаватися всі в 3-4 кварталі. Кроме цього, остальні квартири свіше 100, які гарантировали, це у нас Куїжський ДСК і Окрбуддизайн. Це заявлені квартири, які в тих об'єктах, які ми здаємо в цьому році. Єдинственне, що по Минобороне ми з ними працюємо регулярно. Діло в тому, що там процедура ще не запущена. Це то, о чому я кажу, є предварительна заявка, є предварительна договоренность, є вже квартири. Ми здаємо з'явлення всі процедури, тому що вона там доволі сложна. Ну, не сложна, але там дуже точно, там буде набор квартир видан, там светиться сьогодні стоимостні показатели. 11,251 гривна стоимость квадратного метра, который заявляє Минобороны. Ну, короче, це все питання робочих. Саме головне, що определіні застройщики, участники, определіні все об'єкті, є резерв определенний. Тобто ми готові роботи, і застройщики вже таку гарантию дали. Тобто, що касається іншого життя, це ми говоримо о новому житті, яке буде готові. Є программа у нас, ви знаєте, це все наші недострої, особливо те, які з високій степенью готовності, і які можна перестроити, реконструювати і передоставити під життя для переселенців. Це нескільки программ, одна программа Минрегіон Бут, ми з ними роботаємо. Друга программа, ви знаєте, немецкі наші колеги, які вже приїжджали к нам дважды. Виїжджала комісія сюди, це общественна організація, називається ГИС. Ми їм показували, у нас определіні самі готові об'єкті, це фактично два об'єктів в Купінській, одне об'єктів в Краснопавловці, і ще резервних два дому у нас знаходяться в Балаклеї. Це об'єктів, які практично готові. Небільшого фінансового вливання, вони можуть за 2-3 місяця бути готові. В Купінській це два 40-квартирних дому. Але, опять же, все зависіло від регламента. Є регламент, це переделати під общежиття, це буде більше, естественно, семей малосемійного типу. Є варіант, там, зробити квартири не більші, але розселити там менше семей, але для більшого проживання. Тоже саме касається Лозової і Балаклеї. Балаклеї два дому по 45 квартир, ну, в форматі, так скажімо, стандартного розселення. Дальше все зависіть від програми і від того, що нам скажуть. І, взагалі, по недострою всім, та програма, ну, ми проделали практично со всіми районами, городами, ми проделали таку большу довольну роботу. Це, собственно, інвентаризація всього недострою, який знаходиться в Харківській області. Це свыше 110-ти там об'єктов. Є частина об'єктів, це недострою фіксується, ви самі знаєте, новий об'єкт, якщо він недострою, в цьому списку. Але є об'єктів, які стоять вже під 20 років, є об'єктів, які під ці наші текущі програми, і об'єктів даже соціальні сфери, там є предложення по їх реаниманцію. Тобто це все на контролі, це все є. Я відповідав на вашу відповідь. Можна ви бачити уточнення, розсматриваєте ли ви такі варіанты, як закриті школи в сільській містності під заселення переселенців? І можна ли такі варіанты розсматривати? Дело в тому, що в нас достатньо об'єктів, які, так скажімо, швидше і дешевле переделати. Все об'єктів недострою розсматриваються. Все об'єктів, які не дуже значительними свідствами можна привести в порядок, якщо буде задача, то вона буде реалізована. Дякую. Вопрос. Ірина Анатолюка, перейдеться в новості. Какі важні, по вашому вигляді, об'єктів, будуть достроені до конца року по плану? І до конца року, можливо, що-то вже буде? Ну, тут все-таки є об'єктів городські, і більше інформації вона знаходиться в місті. Із об'єктів знакових, які ми говорили, якщо будуть средства, то це буде, наверное, найзнаковий об'єкт – це филармонія. По метро, опять же, у мене є інформація і по міжнародним фондам, то, що зараз в Берегон-Бурок, і то, що робиться в бюджеті. Ну, тут я не знаю, можливо, у Сергея Мефодича є більше інформація по об'єктам здаточним. У мене вся інформація по житті є точно. Це об'єктів, які ви знаєте, це 39 життів домів, які кожен із домів у нас на контролі. Ці об'єктів, вони все сьогодні з інфраструктурою, там є гаражі, магазини, і торгові центри даже пристроені є. 9 об'єктів на сьогодні здані. Ну, строїти обычно любят ближче до Нового року здавати все. По житті я знаю точно, по об'єктам соціальні сфери, якщо це об'єктів городські, у мене менше інформації. Так. А, скажіте, ще історичний музей. Ну, що з ним? Що там застрійки? Тож на цьому? По історичному музею, опять же, якщо ви присутували на пресс-конференціях, «Жилстрою-2», який один із основних участників реконструкції, там даже те об'ємі робот, які вони виконали, там существують ще долги. «Жилстрою-2». Этот проект не завершен, ну, вернее, проект там комплексный, но он предполагає ще інженерну і внутреннюю корректировку, і приведення в порядок. Тобто там фактически музей, який там знаходиться, він должен ще дополнительно по інженерії і по планировці, там второй етап должен быть выполнен. Все зараз зависит от средств. Проект, документація готова, все готово. То есть все, що связано з завершением этой реконструкції, все зависит от ференції. Я допомню, справа в тому, що цей об'єкт ми готовимо на фонд регіонального розвитку на 2016 рік. То есть ми сьогодні в Кабмін написали листа, то, що сказав Михаил Самеїв, для того, щоб покрили ті витрати, які раніше було. Це порядка 14 мільйонів, в «Житлобуду-2» є, скажімо так, така кредиторська заборгованість. І на 2016 рік, я повторюсь, фонд регіонального розвитку, даний об'єкт включається. Музей «Воинам АТО» буде? Буде в существований какой-то проєкт, який буде влезти? На сьогоднішній день, якщо говорити офіційно, у мене, як у директора департамента, у мене нет такой заявки. Ні от общественних організаций, ні от государства. Ми, в принципі, реагуємо зразу. Якщо буде программа така, на любому рівні, якщо вона буде іниційовано, ми можемо об'єкті і в конкурсі. Я не знаю, в місті, я говорю зараз о нашому департаменті, у мене це поки не світиться. Як тільки буде іниціатива, ми на ній реагуємо. Скажіть, будь ласка, сходить ли няке архітектурне ансамбль, архітектурне лицо Харьковської області, яке може бути, планирується, яке сделано, в якому-то біляжі житті відвічатися, в місті відвічатися? Ну, смотрийте, у нас, я вже сказав, що в цілому программа у нас существує. Программа существує. Схема развития Харьковської області, у нас є схема развития районів. В цих схемах намечены, ну, намечены все направления. Там і градостроїльна, і архітектурна, і інженерна, і функціональна. Там все аспекты отражений. Якщо ми говоримо зараз на наші исторічні міні, але сьогодні, які вже залишать унікальність. І зараз то, що ми займаємося міні з районами, зі городськими архітектурами, це зараз уточняється і розрабатуються історико-опорні плани. То є все маломальське ценне, ми намагаємося зараз в нові інвестиційні программи, ми намагаємося це завести, и вычистить то, что произошло, вы знаете сами, произошли определенные наслоения, но мы сейчас пытаемся, все упирается все равно в деньги. И мы сейчас пытаемся так организоваться, чтобы даже в рамках законодательства сегодня уже и строители наши так не строят, они строят уже комплексно. Уже эта тема отдельно взятых объектов, слава Богу, профессионально мы только рады этому. То есть мы подходим комплексно и архитекторы, и застройщики, и инвесторы. Сегодня что мы делаем? Строить можно по закону только там, где есть место, где надо документаться. Но как я уже сказал, на нее как бы нет денег, но инвесторы все-таки есть. Есть отдельно на торговые центры, есть отдельно на парки, есть отдельно на что-то. Но что мы делаем? Мы пытаемся с местными органами власти собрать инвесторов. Ну вот один инвестор, он не может построить магазин, если в этом месте по градостроительной документации, разработанной там 30 лет назад, была другая функция. Мы должны это переделать, но одному не под силу. И наша сейчас вот работа в чем заключается? Мы пытаемся собрать инвесторов в центральных частях, неважно, это поселок, это город, это район. Мы пытаемся собрать эти программы, подтянуть инвесторов, и вот то, о чем вы говорите, и дальше уже все будет решено легко. Архитекторы люди, они и без денег рисуют, и с деньгами рисуют. То есть была бы задача, и была бы заинтересованность. Вроде мы сегодня эту заинтересованность находим и на местном уровне, и инвесторы подтягиваются. Ну, стараемся, стараемся найти пути реализации этой правды. Скажите, пожалуйста, в районе Луганской области строительства фратификационных сооружений, это же лежит на Харьковской области, да? Не только. А? Не только. Ну, вот район Беловодска, это ответственность Харьковской области? У нас там находится один объект. А можно сказать примерно, в какой точке? Не, не может сказать. Я понимаю, дело в том, что мы не проезжали оба объекта, которые там находятся, была отчетность по ним, было 17 мая, что они сделаны. На самом деле, проявляли просто окопы, стоит кран, и все. И сам Беловая нас спрашивает, так когда же все это будет делать? Зрозумите, по-перше, там находятся, кроме нас, еще две области, это Житомирская и Львовская области. Поэтому, ответственно, на это вопрос вы видели наш объект, или другая область, я не знаю, в какой объект. В районе Озерно? Ну, в районе Озерно у нас нет объекта. И так же там, чтобы, будешь, скажем так, и районная администрация своими силами, и так же Військова. Так что, на какой объект вы попали, это конкретно, ну, такая информация, которая не разголошается, верно говоря. То есть, в принципе, хай кто, что обещает взять, хрикевчане, не все сделают. Я вам назвал даты, в которые мы готовы будем все сдать. Можно, в дополнение к вопросу Глеба, насколько то, что вы делаете, соответствует военным требованиям? Я вам назвал, скажем так, варіанти проекту 0-1, 0-2, 0-3. Справа в том, что самі военные, подчас будивництва этих объектов, вносили коррективы. Тобто, как вы все знаете, что уже в Митомирской области был побудованный, скажем так, пилотный проект на полигоне, такого же, с водно-опорного пункта, який был специально, скажем так, подданный бомбардуванию, скажем так, с гарматой и так далее. И после этого были внесены очень много коррективов на разместение данных объектов. Ну, я назову хотя бы так, чтобы было внесено додатковое армирование самого залезобетона, была, скажем так, специальная сталь для захисту объекта, самих бойниц, так называемых. Тобто, в процессе работы были дополнения, которые сегодня выделились в проект номер 0-3. И я думаю, что військовые нишут эти коррективы и полевые команды, то есть команды батальона, которые на сегодня там очень активно принимают участь в том числе, скажем так, и волонтеры очень активно действуют, скажем так, в межах своих повноважений на этих объектах и носят так же коррективы. Все враховывается. – Красавище, у кого еще вы можете рассказать, пожалуйста, площадка завода Сверховного? Она пока не планируется, реконструируется, что-то будет, где там построено или не будет? – Ну, то, что я знаю, то, что знаете, было два проекта разных. Последние, это несколько лет назад, мы смотрели там большой район вместе с реконструкцией гидросооружений, речки, ну, это огромный комплекс, там несколько микрорайонов, это жилье в основном с развитой инфраструктурой, ну, это полноценные жилые кварталы. Но, опять же, сегодня все практически инвесторы и застройщики очень болезненно реагируют, там, каждая копейка на счету, и сегодня все инвестиционные программы пересматриваются. Ну, вот, как архитектор, который еще занимается творческим процессом, у нас есть объекты, и проектировщики корректируют вот эта ситуация экономическая. Есть объекты, которые корректировались по пять, по шесть раз. Ну, к примеру, там, если вы знаете на Алексеевке, там, торговый центр Магеллан, в нем там запущена была одна часть, только это четвертая часть комплекса, он один из самых больших на Украине будет торгово-развлекательный комплекс. Инвестор один, его менял в три раза, сегодня появился инвестор еще один. И вот эта вот ситуация, все учитывается. Сегодня, вы знаете, тоже... Можно как бы упустить момент, потому что это, как говорят компьютеры, всегда ты не успеваешь запросить. Нет, все же просто. Как только появляются деньги, строители и проектировщики сразу успевают. Ну, не успеть можно только с деньгами, а с творческим процессом. Он быстрый. Скажите, в вашей компетенции, скажем, благоустройство речных пространств города Харькова, или это не в вашей компетенции? В русло именно... Нет, ну, мы, смотрите, есть разные, у каждого департамента есть разные функции. Наш департамент, он курирует в целом, курирует все направления в развитии, начиная со схемы области, и в области, естественно, есть и город. То есть, те вопросы, которые связаны с экологией, с развитием, есть, кроме генерального плана города, есть еще детальные планы территории и центральной части, и там Салковского живого массива. То есть, на каждую территорию в городе мы совместно ведем эти градостроительные программы. То, что касается совместного участия, мы там участвуем. Там, где уже идет в рамках закона о местном самоуправлении уже работает город и работают проектанты, там... Когда вопрос у меня сразу на то, что в доме вдоль улицы Шевченко в районе метро Киевская, вот это русло реки, которое проходит, ну, вы, наверное, знаете, он уже многие годы просто стоит постоянный, речной, веземореченном запах. То есть, русло неблагоустроено. Планируется, поэтому мы большинство... Смотрите, я могу вам только... Случайно могу только ответить, не как директор департамента, просто я как архитектор один из участников разработки детального плана развития этой территории. Это наш знаменитый рынок, рынок наш, связь центра и салтовского жилого массива. Тоже этот проект презентовался, он многоэтапный. И то, что касается воды, реки, там в детальном плане, если вы знаете, в Харькове есть уникальная вещь. Это грибной канал, который не закончен. И эта тема в детальном плане, она очень сильно развита. То есть, там одно из инвестиционных предложений, канал этот уникальный. Он просто сделан очень правильно. Он правильный по направлениям. Там остается немножко поработать земснаряду и немножко влить деньги, чтобы там можно было... Это же был... Планировался когда-то еще при социализме центр олимпийской подготовки. Именно грибцов, да? А это же все связано. И река, и русло, и прочистка реки, и охранная зона. То есть, сегодня она там... Ну, ее надо чистить. И вот в этом проекте, который фактически, он потихоньку уже начинает реализовываться. И в части инженерной инфраструктуры. Там заложена, кстати, пробивка эта знаменитая, 50 лет в ЛКСМ. Там же идет реконструкция и моста, и вот все... Какие сроки, как по-моему, большинство жителей? Все связано с финансами. Сегодня, например, сегодня вот эта тяжелая экономическая, казалось бы, ситуация, вот она, насколько я понимаю, инвестора, рынка, она сейчас толкает на переформатирование. То есть, тот формат, он же уже не работает. Вот тот, который был огромный, и который был сиян. Там, ну, вы же знаете, что сейчас происходит. И сейчас, это в рамках этого же нашего с вами разговора, сейчас экономика толкает инвестора о переходе на другой формат, более цивилизованный. Это уже торговля более крупная, более чистая, более организованная. И она же потребует сразу расчистки вот этих вот дорог, которые где-то заняты, нормальной организации, благоустройство в том числе, потому что сегодня уже люди будут заходить более привлекательные. То есть, торговые центры немножко придавили этого типа торговли. Сейчас просто конкуренция толкает инвестора выйти на другой уровень. Это и пойдет старт, даже в этих тяжелых условиях, вот этой реконструкции. Еще вопрос. Дело дорожки. В Харьковском городе? Велодорожки, это тема, в принципе, в Харьков чудный в этом смысле город. Он один из лидеров. И бег, и велосипед сегодня просто Харькову лидера. Эти проекты в разработке. Я знаю, в городе однозначно эта тема двигается. Как только мы выходим на комплексные решения, выход и в области, на всех границах, мы тоже этим занимаемся. То есть я не могу, то есть я услышал, я готов отдельно в любом формате передать эту информацию, на какой стадии сейчас эта работа. Но то, что это в разработке, это однозначно. Эта тема есть. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.